Дождь пошел и побежали ручьи. Сразу всплывает вечная городская проблема – ливневки. По прогнозу, такая погода продержится до завтрашнего вечера. Но на дорогах уже потоп. В осенний период главным врагом дождевой канализации становятся опавшие листья. Борются с этой проблемой в основном вручную. На помощь коммунальщикам приходят каналопромывочные машины. Сегодня по городу работают 11 бригад до Римстроя. На сегодняшний день по поручению главы города проводится работа 11 бригадами. Работы начаты в 3 часа утра. Основная работа – очистка ливнеприемников. Где есть скопление, большое скопление воды, проводим откачку спецтехникой. Очистить своевременно все решетки не получается. От этой проблемы страдают в основном автолюбители и их машины. Те, у кого нет друга на колесах, от непогодицы страдают не меньше. Пройтись по тротуару – все равно, что преодолеть полосу препятствия. Согласен, да. Сегодня попал как раз. Ехал, огромная лужа, проехал, в яму попал. Как это чревато для вашего автомобиля, может быть? Ну, подвеска ломается. Можно пробить колесо спокойно. В первую очередь начали очищать проблемные улицы – Облуково, Варейки, Сарепино, Октябрьскую, Станкостроители и Молочный переулок. Рабочие признаются, что дождь больших проблем не доставил. Вот сейчас пробили на данном этапе трамвайный лоток, чтобы с трамвайных путей уходила вода. Ну так, сейчас плановая очистка в городе, особых проблем нет, все пока так, чисто, нормально. Сейчас съездим, проверяем все, где что, листья убираем, все, как говорится, в плановом режиме. Плохая работа ливневок – вечная ульяновская проблема. Борются с ней в основном локально, путем очистки засоров или откачки дождевой воды. Сообщить о подтоплениях на вашей улице можно по телефону аварийной диспетчерской службы 75 81 93 в Правобережье или 25 04 05 в Заволжье.